Теперь об этих и других событиях подробнее. Офицер, закрывший с собой гранату, чтобы спасти солдата-срочника, встретился сегодня с сотрудниками ГУФСИН. Герой России, Серик Султан Габиев, рассказал, как должен вести себя образцовый командир. С истающим полковником познакомилась Ульяна Шелькова. Как ветеранам могут подсказать, как правильно сделать, чтобы не ошибиться, потому что вы уже на чем-то обожглись, что-то прошли, и можете подсказать нам даже уже с зарядными глазами. В управлении по конвоированию ГУФСИН почетный гость Серик Султан Габиев. За плечами мужчины две чеченские компании и звание Героя России. Награду такого уровня он получил не на поле боя, а в мирное время. Три года назад во время учения он спас жизнь подчиненного солдата от разрыва гранаты, прикрыл снаряд с собой. В мирное время, я считаю, так поступил бы любой командир, для того, чтобы спасти и защитить своих подчиненных. В мирное время не должно быть пострадавших. И, как говорится, родители, провожая своих сыновей на службу, должны быть уверены в том, что у их сына есть командир, который всегда может защитить его и не бросить трудную минуту. Тяжелейшие ранения. У Серика Султан Габиева была черепно-мозговая травма, повреждения глаз и лица. Врачи пять часов боролись за его жизнь, восстанавливали по кусочкам. Сразу же пациентов подняли в операционную и начали оперировать тремя бригадами. На голове у нас работал лорд-доктор, врач-стоматолог. В верхней конечности работали два хирурга, а на нижних конечностях работали два травматолога. Полковнику сделали более десяти операций. В лесном Екатеринбурге, Москве, молодой боец, который в тот злосчастный день выронил гранату, приходил в больницу и сдавал для своего спасителя кровь. После того, как Серик Газисович стал себя лучше чувствовать, его пригласили в Кремль для присвоения звания. Звание Героя Российской Федерации присвоено полковнику Султан Габиеву Серику Газисовичу, начальнику подразделения Уральского регионального командования внутренних войск МВД России. Он до сих пор восстанавливает свое здоровье, проходит лечение, но несмотря на это не отказывается от встреч. Сегодня, например, общается с сотрудниками конвоя и спецназа ГУФСИН Первоуральска в рамках воспитательной работы. Их около 250. Сегодня вот по приглашению сотрудников ваших я приехал в ваше управление пообщаться, по встречаться по приглашению ветеранской организации. В принципе, служба, как говорится, корней у ГУФСИН и внутренних войск одни, раньше занимались одним делом. Встречи с такими людьми здесь стараются проводить как можно чаще. Серик Султан Габиев, гордость армии и страны. Ульяна Шелькова, Хроника дня.